Крюсу Айт, бесспорно, самый теплый из праздников на казахстанской земле. Традиция рукопожатия в этот день соблюдается с особым трепетом, именно на западе нашей страны. День прощения всех обид, день добрых встреч и намерений, день, когда за одним столом собираются стар и млад, благодаря ушедший год за возможность увидеться вновь. Этот день не является официальным праздником в стране, однако отмечают его у нас с большим размахом. Аким области Галей Скалеев поздравил жителей региона, выразив благодарность каждому за достойный прожитый год. Праздник, издревле существующий на казахстанской земле, широко почитается всеми поколениями. Об этом свидетельствует мероприятие, которое состоялось во Дворце искусств Атамикен. Несмотря на то, что на календаре весна, зима ей пока еще не уступает. Однако тепло, рукопожатие и улыбки создают в этот день особенное настроение. Курису – пример того, как сохраняются национальные традиции и передаются из поколения в поколение. Во Дворце искусств развернулось большое праздничное представление. Открыли его талантливые ребята, развивающие национальные игры. Значимость этого дня очень большая для будущих поколений. Нужно пропагандировать такие наши традиции. С малых лет и со школы мы ходили в этот праздник по домам, здоровались со старшими, с родственниками. Получали от них бота, пробовали угощения и выросли на этих традициях. Поэтому мы должны продолжить эти традиции и пропагандирование их среди молодого поколения. Обнимая друг друга, люди словно пытаются растопить зиму и приблизить наступление весны. Встретить ее добрыми пожеланиями. Очень важно для каждого из нас. Прожит еще один год, а значит все стали на год мудрее. Зиму пережили, значит не за горами долгожданное обновление природы, а с ней и самой жизни. Встретить его нужно с наставления Аксакалов. Каждый человек как бы должен очистить свою душу. Я как мама хочу сказать, что для всех казахстанцев это особенный праздник. С праздником всех! Аким области Галий Скали встретился с ветеранами труда и представителями интеллигенции. Он отметил важность этого праздника и его сути. Единение людей – основа всего мира. Год начался не с самых приятных событий для нашей страны, но сплотившись, казахстанцы с честью вышли из этого испытания. Такие праздники на самом деле нужны. Мы их любим, ждем, их вместе отмечаем. И, конечно, события января, они показали, что спокойствие на нашей земле достаточно тонкая, такая чувствительная вещь. И благодаря единству нашего народа, благодаря своевременным, правильным, принятым решениям нашего президента, мы смогли сохранить целостность государства. Курюсуа, к примеру, крепление национальной идентичности. Забывать обычаи предков не в нашей традиции. Каждая из них – мудрость народа. Каждая из них – назидание будущим поколениям. Особенно важно воспитывать в этом духе молодежь, считает краевед Жайсан Акбай, отметивший свое 95-летие. Сегодня в области проживает более 80 национальностей и этносов. Единство – залог будущего страны, и когда оно есть, все народы считают себя братскими. Сегодня никто не может оставаться равнодушным к ситуации на Украине. Все казахстанцы желают скорейшего установления мира. Член Украинского этнокультурного объединения Лариса Григорьева считает, что примирение народов является залогом единства и сохранения государственности. Верим в мудрость нашего государства, нашего президента, которые ведут взвешенную, сдержанную, миролюбивую политику. Большинство из членов нашего культурно-просветительского общества Единания стараются сохранить и поддержать культуру, традиции, лучшие качества украинского этноса. Стараются, изучают культуру и язык казахского народа. Активно принимают участие в городских, областных, республиканских мероприятиях. Мы думаем, что это позволяет, позволит укрепить нормальные, дружеские взаимоотношения между нашими этносами. Ведь для нас это самое главное. Торжественные мероприятия, посвященные Курису, продолжились яркой концертной программой. Театрализованное представление позволило воссоздать на сцене все нюансы празднования этого дня, красоту национальной одежды. И на мгновение создалось впечатление, что находишься на съемках исторического фильма. С Курису в нашей области начинается празднование Нурыза. Мероприятия продлятся до 22 марта. Это также период благотворительных акций, когда предприниматели оказывают социальную поддержку многодетным семьям. Наш канал поздравляет всех телезрителей с этим замечательным днем и присоединяется ко всем пожеланиям добра, милосердия и мира. Екатерина Шмидт, Ермон Медегалиев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.